Если у тебя наработан опыт в плане переезда в другой город. Да, есть, я могу дать вам рекомендации. Они достаточно очевидны. Наверное, они тоже на просторах интернета есть. Но давайте я вам расскажу, чтобы не обесценивать свой опыт. В первую очередь когда вы переезжаете в другой город, вы должны переезжать в другой город к плюсу, то есть он должен улучшить вашу жизнь. Другой город должен улучшить вашу жизнь , качество жизни. Если вы переезжайте в другой город, потому что бежите от плохого качества жизни здесь, но не думая о том, что вы улучшаете качество там. Или просто здесь что-то у вас не то в жизни происходит, ну что-то неприятное, и вы бежите туда. Это неправильный подход. В другой город переезжать нужно не от чего-то в минус. То есть вот что-то в этом плохо, я поехал туда. Нет, вы улучшаете качество жизни. Вы хотите, чтобы вам было там лучше. Это правильный подход. Второе, это Это если вы расстаетесь с человеком, с девушкой, с парнем, если вы развелись с женой, с мужем, переезжать в другой город, когда вы расстались, развелись, не нужно категорично, потому что весь багаж своего внутреннего вот этого дерьмица вы перевозите с собой и там вас накроют еще сильнее. То есть в идеале в город другой нужно переезжать воодушевленным, окрыленным желанием увидеть что-то новое и кайфовать от чего-то нового и опять же улучшение качества жизни. То же самое, если у вас есть депрессия, если у вас тревожное расстройство, не нужно переезжать в другой город, пока вы не вылечите это у себя здесь. То же самое, если у вас есть социофобия и вы едете туда один другой город при социофобии, то сначала нужно лечить социофобию здесь, рядом с близкими, родными и только потом переезжать в другой город. В одиночестве вас город сожрет вместе со всем, что у вас есть внутри. Социофоба сожрет в 5 раз сильнее, если у вас есть неприятное какое-то состояние внутри. То есть нужно приезжать туда чистым и окрыленным Третье, город в который вы переезжаете Не нужно быть категоричным Ну понятно, что если вы уже понимаете, что этот город ваш Потому что вы уже там тусили раньше, тогда окей Но если вы в этом городе никогда не были То нужно пожить хотя бы 2-3 месяца Не нужно перезжать сразу Сначала нужно посмотреть, вообще нравится вам город или нет Да, для некоторых это сложно Потому что нужно устроиться на работу, жилье Это все не так уж просто Но тогда как-то по-другому Ну смотрите, что вы полгода можете пожить Но в любой момент вы можете уехать обратно, если город не понравится То есть не надо жирную точку, восклицательный знак ставить, что нужно обязательно переехать, и я обратно не вернусь 100%. Если город не нравится, возвращайтесь обратно, вы не с позором возвращайтесь. Вы посмотрели, город не подошел, окей, потом выберите какой-то следующий город. Следующая рекомендация, если вы не умеете дружить, если вы боитесь людей, если вы ненавидите людей, но у вас есть чувство потребности в общении с другими людьми, в другой город переезжать тоже нельзя, пока вы не решите этот вопрос. Потому что в другом городе у вас так сильно накроет чувство одиночества, что вас начнет буквально смыть слово, ломать и скрючивать, и вы поедете обратно к своим старым друзьям, либо старым знакомым, либо к своим родственникам, потому что вы не можете найти новые контакты в другом городе. Следующее, если вы метеозависимый, то есть, например, вы больше зависимы от солнца, то вам не нужно переезжать город, который бессолнечный, да, то есть где мало солнца. И наоборот, если вы любите, когда прям все серо и солнце не сильно любите, то не надо переезжать туда, где все наоборот. Не нужно вестись на людей, которые говорят, о, здесь все классно, или это культурный город, так делать не нужно. В первую очередь вы смотрите на себя, это тоже очень важно. Ну и следующее, это работу, которую вы выбираете. Когда вы приезжаете в другой город, у вас, может быть, не так много времени, чтобы найти работу, но хвататься за всю работу и даже самого тяжелого не стоит, потому что в данный момент, когда вы переезжаете, у вас есть стресс-фактор. Этот стресс-фактор должен быть максимально снижен, то есть вы уже переехали, это уже стресс-фактор. Когда вы найдете работу тяжелую, это усилится. Когда у вас нет друзей, это усилится. Когда там, не знаю, что там может быть еще. Но этого достаточно, хотя вот эти три пункта, ну еще плюс метеопогода, да, вот это еще плюс ваш, например, тревога, депрессия. Все это усиливает вас в минус, и вы сдадитесь, это тоже неправильно. То есть работу все-таки нужно искать не такую тяжелую, это тоже очень важно. Вы никому ничего не доказываете. Ну и самое главное, это поиск людей, если у вас есть потребность в общении с людьми. Это самое, наверное, тяжелое в какой-то степени, самое легкое. Я объясню, как это нужно решать. Этот вопрос на самом деле решается очень просто. Тут главное просто, если вам это нравится. Смотрите, нужно искать тусовки не просто по интересам, а тусовки, где вы будете взаимодействовать с людьми как минимум 2-3 раза в неделю. Это очень важно. Например, я ходил в свое время, в мафию играл, но мафия была не каждую неделю. И в какой-то момент, когда у меня была тяжелая работа, я понял, что я уже не могу даже доехать до этой мафии. Соответственно, опять же, работа должна быть не такая тяжелая, чтобы вы могли социально еще взаимодействовать с людьми. И желательно, чтобы вы ходили в какую-то группу саморазвития. Это может быть танцы, это может быть что угодно. Главное, что вы там будете общаться. И вам не нужно не просто походить в группу, отрабатывать навык. Вам нужно потом с этим человеком, который вам понравился, пообщаться, написать тому в чат, написать ВКонтакте. То есть, вам нужно искать знакомых. Не надо пока искать друзей. Ищите знакомых. Чем больше вы контактируете с людьми, это статистика. Чем больше вы открыты людям, чем больше вы располагаете по отношению к людям, восхищение от людей. У меня же, опять же, есть техника, видео на моем канале, да, когда вы показываете восхищение людям. Если вам не мнимо, а действительно вы восхищаетесь, и открываетесь для общения, постоянно сами пишете, то в какой-то момент у вас начнется, вас начнет куда-то звать, с вами будут общаться. То есть, это все работает именно так. Поэтому нужно быть открытым. Но если вы приезжаете в другой город закрытым, но у вас есть потребность общения с людьми, все, у вас нет никаких шансов. Одиночество вас так сильно накроет, если вы этот вопрос не решите, все, можно сливать ласты.